Поэтому она таким образом склоняет Киев политический к переговорам. Как мне кажется. То есть это, по-моему, совершенно очевидно. Она склоняет Зеленского к переговорам. Он переговаривать не хочет. Да, лица у этих ребят действительно грустные. А как все начиналось за 2-3 дня. Мы не будем разговаривать с этими нацистами и наркоманами. А вот теперь все сильно изменилось. Хочется сразу сказать словами Путина. Российские военные, берите власть в свои руки. Потому что если вы этого не сделаете, мы вас здесь всех уничтожим. Если кто-то сомневается в этом, то у нас есть для вас объявление. Да, с одной стороны, российский МИД только на прошлой неделе официально заявил 7 раз о желании начать переговорный процесс. И сохранить за собой оккупированные территории. Наша страна на это тактично промолчала. Хотя сегодня на фейсбук-страничке Укроборонпрома появилось сообщение, что Украина начала самостоятельно производить снаряды 152-го калибра. Совпадение? Оля Скобеева. А так просто для понимания, мы о чем хотим договориться с Зеленским? Мы хотим начать переговорный процесс. С Зеленским? С Зеленским, безусловно, переговорный процесс. Хотя мы сами говорим, что он не субъектен и мало что решает вообще. Я опять вспоминаю фразу сумасшедшей женщины в Крыму, которая в 2014 году орала «Путин президент мира». Теперь же Зеленский выступает на G20, простите, G19 плюс Украина. А американская пресса пишет о том, что Владимир Зеленский заставляет Соединенные Штаты принимать спорные решения для Америки. Вот это да, ребята, вы еще сто раз пожалеете, что напали на Украину. И Оля какая-то грустная. Нужно учиться говорить. Россия проиграла войну. Потом такие подруги, как Оля, кстати, и Захар Прилепин в том числе, Евгений Прилепин, они проклянут Владимира Путина и будут говорить, что нас заставляли. Но вам, ребята, никто не поверит. Слава ДШВ. Я понимаю, что стратегически нам важно затянуть ситуацию. Ну, нам важно. Понятно же, что к наступательным действиям мы не готовы. Для того, чтобы наступать всерьез, нам, конечно, нужно вдвое увеличить группировку, как минимум, ну и так далее. Складывается интересный пасьянс, что вторая армия мира наступать не может, а мы, если не ошибаюсь, до полномасштабного вторжения были 30-ми или 29-ми, мы наступать можем. Да, слава ДШВ, слава ЗСУ. Вопрос только в том, тогда справедливо ли нас разместили на 29-й позиции, ну и, соответственно, Россию на 2-й. Этим ребятам нужна срочно передышка, потому что в противном случае им полная капсда. Но, дорогие, этого не будет. Этого не будет. Давайте-ка послушаем наших партнеров на Западе, на которых мы немножечко обижаемся, потому что нам не всегда достаточно 155-го калибра и не всегда хватает артиллерии. Это правда, но воюем как можем. И тем, чем, что имеем. С другой стороны, генеральный секретарь НАТО Янс Толтенберг говорит о том, что будем поддерживать Украину столько, сколько нужно. К помощи Украине присоединились, например, такие государства, как Лексимбург. С какими? Подарками. Правильно, со 155-м калибром к нашей артиллерии. И кто-то скажет, что Лексимбург маленькая страна, но с чем они вам помогут? Ну, знаете, от происхождения снарядов его смертоносность не меняется. И да, Захар выпил какой-то странной жидкости и заговорил. Заговорил правду. Вот этими обстрелами, вот там тем нашим гражданам, которые особенно этому сильно радуются, патриотам, ну, короче, вот этими обстрелами войну не побеждают. То есть вы должны сами понимать. Эти слова товарища Прилепина можно воспринимать как дискредитация вооруженных сил России. За это вообще-то в Мордоре могут и посадить. Нет, с Прилепиным все будет хорошо. Вопрос только тут в другом. Рано или поздно остаткам российских военных придется столкнуться с украинской армией, которая вооружена и опасна. Мы защищаем свою землю и свои дома. И если, внимание российским патриотам, вы думаете, что в этой квартире и в миллионах других квартир в Украине какое-то время не будет света, это добавит совсем противоположный эффект. Вы уже познакомились с таким понятием украинская людь. Это только начало. Мы так не победим Киев, не склоним его к капитуляции. Это имеет исключительно узконаправленный смысл. принудить их к переговорам. На это Зеленский и высшее военно-политическое руководство Украины отправило кремлядей по курсу российского военного корабля. То есть, в принципе, в России это прекрасно знают. Но мы слышим о том, что так не захватить Киев. Но при этом такие уважаемые пока еще в России люди, типа Дмитрия Медведева, размышляют что-то на тему Киев наш. Приди и возьми. Причем он не один такой. Есть и другие еще уважаемые в прошлом люди, типа Дмитрия Рогозина, который тоже думает о том, что нужно вернуть Киев. Однако, вместо того, чтобы слушать бредни про вернуть Киев, Рогозину нужно задать другой вопрос. Чувак, а где спутниковая связь у российского солдата? Ну, с другой стороны, российские коррупционеры наши союзники. И вот сейчас чмобики, мобики и опять чмобики без связи страдают где-то в украинских посадках. И если они еще живы, то это не значит, что через две минуты или к концу этого видео такое положение дел сохранится. Они здесь умрут. Здесь для российских оккупантов работает правило «Уйди или умри». Да, Оля Скобеева. Хотя раньше, вот буквально еще вчера, мы ждали возвращения в Херсон и до сих пор ждем. А еще чуть раньше, в сентябре, в Харьковскую область. То есть, таким образом, мы согласны зафиксироваться под Днепру в той части, в которой Херсонская область. Вы согласны? А мы нет, Оля Скобеева. Мы вам подсказываем, где будет проходить граница между нашими странами. Не пугайся. Волгоград, Сталинград мы трогать не будем. Тем более, там прорвало канализацию. Зачем нам это? Нет. Заходишь, Оля Скобеева, на сайт ООН. Там есть государство раздел и государственные границы. Поэтому, люди, которые понаехали в Украинский Крым после 2014 года, вы должны прямо сейчас начать собирать чемоданы. И если вы начнете это делать сейчас, хотя надо было делать еще вчера, то, возможно, вы сможете хоть что-то там продать. Ну, это так. Дружеский совет. Так начинались первые и вторые минские переговоры, еще промежуточные переговоры. Они начинались в результате жестких воинских побед. Но одними только вот этими ударами нашими замечательными мы к переговорам их не склоним. Для этого нужна еще подкрепляющая военная победа. А вы за что? Мы? Мы за жизнь в рамках международно признанных границ. Если вы так хотите, то вполне возможно, следующие соглашения между Украиной и Россией, конечно же, при посредничестве Франции и Германии, будут называться, например, Керч-1. А если будете очень долго думать, то вполне возможно, это будет иметь название другое. Краснодар-1. Воронеж-1. Белгород-1. А, ну Белгорода к тому времени не будет. В общем, давайте-ка жить дружно, пока мы не подписали соглашение. Москва-1. Вы описываете гипотетическую позицию российской власти. Ну, я же... Варшава. Да нет, не надо Варшаву. Нет, не надо, конечно, не надо Варшаву, но... Уже не надо. Вспомнила Ольга, как была молодой пропагандисткой и мечтала захватить вместе с Путиным всю планету. А вот теперь уже Варшава не надо. И Харьков уже не надо. И Херсон уже не надо. Еще раз. Еще чуть-чуть. И опытная, талантливая Оля Скобеева обоснует вам, товарищи, пока еще агрессивные соседи-россияне, что и Крым вам был, на самом-то деле, не сильно надо. Все понятно, чего мы хотим. Я за снос политической системы в Киеве, за смену Зеленского, за юридическое наказание для всех людей, совершивших насилие над Украиной. Прилепин, ты еще немного поговоришь и выйдешь сам на себя. Что-то сильно подгорает. И Олька какая-то печальная. В реальности надо понимать, что они будут вымораживать свое население и никогда не будут его жилеть. Оля грустная, потому что понимает, что как-то очень странно обвинять Зеленского и украинское руководство в вымораживании населения, когда доблестная российская армия наносит удары по стратегической и чувствительной инфраструктуре. Логики здесь нет. Так они, как сказал Прилепин, да это, в принципе, очевидно, вымаливают переговоры. Я думаю, что через некоторое время программа 60 минут ненависти к Украине будет проходить немножечко по-другому. Все собравшиеся будут стоять на коленях. Оля, и ты тоже, Оля Скобеева, и будете говорить. Мы же за мир!